здравствуйте здравствуйте мои дорогие подписчики пришла с пляжа уже полчаса как вымыла голову ну никак не высыхает видите тут влажность большая и наверное в тук-туке сейчас поедем галле вот в тук-туке она досохнет но тоже страшно как-то в тук-туке ехать с мокрой головой потому что вчера прям даже и покашливать начала надо будет что-то капюшон на голову одеть так после вчерашнего видео сегодня только утром закачалась вернее сегодняшнее видео она утром закачалась не знаю какие там придут комментарии потому что я не смогла молчать и высказала свою позицию потому что но невозможно же бесконечно терпеть нападки неадекватных людей и молча то есть они будут гавкать а ты должен молчать поэтому пришлось пришлось поговорить и вот сегодня тоже немножко расскажу про значит наш случай случай вот происшествие вот первым в первой половине происшествие в первой половине дня вот я знаю что там у меня сейчас идет идет активная отписка наверное человек 60 отписалась но все равно количество подписчиков прибывает потому что те кто подписывается все равно больше и в итоге канал то есть по подписчикам при все равно прирастает просто не так быстро но это и хорошо знаете когда маленькая тесная компания людей единомышленников это всегда лучше ну и так значит утром мы рассказывай быстро потому что я бы много вам рассказывала но видите как тут же свет выключает вот всем часов только успеваешь загрузилась видео что-то там подправить видео подкорректировать и все отправил это видео все света нету до 7 7 утра и можешь ты до самого вечера может не быть света и при этом люди тут улыбающиеся ходят это удивительно мы бы уже все изнервничались наших странах а здесь все улыбается все счастливы вот и радостные вот у них сегодня освободилась например уехали одна комната посетителей одна комната освободилась знаете сколько они одну комнату моют комната может 20 метров квадратно больше чем полдня они чуть-чуть помыли пошли вниз спустились посидели чайку попили снова чуть-чуть помыли понимаете пол и там ну что там под кроватями вот вот так вот люди живут вот поэтому не болеет и так дальше сестрой мы утром когда встаем мы сразу ждем на море то есть мы не завтраками сразу идем на море влага до моря тут минут пять если быстрым шагом так за три минуты дойдешь и обратно возвращались с моря тут местные ребята там остановились хаварью ну как всегда да а попросили сфоткаться там троллевали и что мне было удивительно давай назначать мне свидание ну я так посмеялась этот самый сказала что автор тумару но то послезавтра приду где в 9 этот сам в 99 оклок 9 оклок ну и пошла знать но смешно конечно этот сам молодые парни на меня старушенцу внимание обращают приходим стане уже позавтракали сходили приходим станей на пляж они тут же на пляже я им говорю у меня же очень маленький английский они еще с меньшим сказали что они с какой-то там провинции видно не морская провинция плавать не умеет вообще вот сказали но практику них но практик нету практики плавать и все равно уже тому колодец там тусуются и я говорю говорю i am old woman я старая женщина you need to meet young girl ну то есть ты вы вы знакомьте вы этот самый должны вам нужно знакомиться с юными девочками я конечно если бы я умела хорошо говорить на английском я ответила так я сказал им по-белорусски господи мои хлопчики я домашнюю работу не хочу рабить а тут еще вы хотите как я после уроков с вами оставалась я не по этим делам они вот проблем какие проблемы что не так короче чуть-чуть отмоталась я поняла что тут кто хочет себе приключений на голову вот такой вот таких вот приключений экзотических каких-то тут очень много можно себе найти и май молоденьких и не молоденьких всяких местных и будет супер супер романтик но дело в том что я не поэтому мне лучше зыринг я очень люблю вот всякие такие путешествия как вот мы станет то мы по тропинке ходили на джангл бич что мы на озеро ездили вот это это конечно релакс а все остальное не 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 это это совсем 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 не интересно так дальше сидели на берегу и я же говорю здесь люди очень контактные и с нами сидела такая уже довольно взрослая пара из краснодара где-то и по 60 лет женщина и мужчина и вот мы разговаривались ну и про что мы разговаривались как всегда про про жизнь про то что как бы остановилась война про то чтобы как бы дружили все вот три народа чтобы все было все было хорошо чтобы с улыбкой чтобы открыто чтобы ну знаете за мир за дружбу и рядышком сидели за столиком за столиком еще там молодые люди и женщина взрослая и ворона все каркала такое впечатление что насчет упросила и мы попросили женщину она ела хлеб мы попросили дайте и хлеб и она отломала хлеб ворона улетела схватила хлеб улетел вот и эта женщина пришла к нам и она сказала что она с киева что у нее золото бриллианты что у нее все три холодильника забиты мясом что и короче и понеслось ну ладно мы молча слушали слова не сказали слова не сказали потом она начала а вот а вас наставляет а вам говорят вот такую информацию а вам вот то его мы немножко послушали я смотрю и россиянам уже тоже слушать это не хочется я говорю знаете милая женщина знаете мы вот сидим здесь и разговариваю у вас своя информация вас свои ну как бы свои источники информации на свои источники информации вы хорошо же живете в киеве у вас правительстве у нее сын короче формирует вот эти команды сын военный и в лесу тренирует команды ну то есть понятно какие команды да она там тоже у нее с она сказала четыре должности уже в этом году на съездила пять раз отдохнуть только я не понимаю как на четырех должностях уже можно съездить и в закопану и в этот самый куда-то на какие-то морские купальни и вот сейчас она шри ланка понимаете пять должностей кидайте вот так вот ездить ездить отдыхать и я жарю мы у нас своя информация вы очень хорошо живете в киеве у меня были родственники которые очень плохо живут в донецке потому что 8 лет говорю кошмара и ада и говорю мы не трогаем мы не навязываем вам нам вашу информацию вы не навязывай мы не навязываем вам нашу информацию но вы не навязывайте нам наш мы здесь маленькие люди и мы ничего не знаем то что правда до конца не знает никто и больше всего что нам надо простым людям не вот так вот чтобы прям все мы плохие русские плохие белорусы плохие а говорю а нам надо думать про то как жить простым людям как жить вместе и как не настраивать друг против друга как дружить друг с другом вот это вот важно она такая посмотрела тихонечко отошла вот но и больше не дурила на нам своими бриллиантами и пятью холодильниками мяса я еще мы стоим станей и думаем лежим стане и думаем да сейчас отключат киеве свет и все это мясо превратится в гнилье пишу ты будешь делать да или еще что-нибудь ну короче не знаю вот я поняла что вот все таки как-то думать надо про другое даже ну как бы про про внутреннее про внутреннее вот душевное они не про материальное и конечно вот это шри-ланка она стимулирует стимулирует про то чтобы передумывать и пересматривать твои отношения к жизни ладно это снова на записи много вот я не знаю вам такие рассказы интересны вот то что и рассказывает там приключения на берегу или нет вы напишите и виды девочки буду снимать ну как получится я же не всегда могу таскать с собой телефон потому что телефон боюсь оставлять на пляже туда говорят иногда но и бывает пропажа у меня уже так было посеяла телефон в египте поэтому как-то не очень хочется не такой я богатый человек что знаете замену телефоны покупать поэтому как-нибудь еще выйду может вечером пофотографирую вам немножко пляжа но опять же я не искусный фотограф и как-то в основном весь пляж и сфотографировала по фотографирую просто сделаю такие заставки фотографии может быть действительно вам с них что-нибудь напишите это для моих художников все девочки дальше будет видео с галей пойду еще осталось 5 не полежать а вот еще покажу трофеи это мы на берегу ищем вот такие вот карачки всякие там получается вымывается на береге тут не запрещает вот смотрите какой коралл интересный как как голова до какого-то животного здесь не запрещает их вывозить вот поэтому всегда интересно нащупываешь их ногами потом подныриваешь и вытягиваешь но вообще мы станем очень любит далеко заплывать так это мои трофеи а вот а вот так и интересные мы любим далеко заплывать и вообще плавание настолько помогает как-то укреплению позвоночника плюс массаж вот прям головные боли ушли пока едем днем вот гали немножко запишу вам наши улочки видите наша улочка она такая поспокойнее поприятнее нету такого движения это не сравнить не сравнить центральной улице там где и грузовики прям снуют прям страшно кстати комнату напротив нас еще никак не домыли они снова отдыхают молодцы вот так надо жить не спеша а куда спешить вот какой красивый тук-тук ой что-то красненькое цветет там красивой молодежь шапка с рогами ну что тут столпотворение уже отключусь немножко и так мы в галле вот какая-то богиня движуха такая конечно что ты тут вообще непонятно как тут ходить страшновато наш драйвер нас привез оказывается по своим магазинам там где у него наверно все от процентов работает нам-то не надо чай такой дорогой что я в беларуси дешевле куплю ноу-ноу подъезжаем в памятнику храму золотой буда едем дальше уголе ну вот показываюсь немножко галле вот с одной стороны какая-то речка там дальше железная дорога пальмы вот так да вот так это все выглядит с этой стороны вот так выглядят дома дворы какой-то тоже более современное здание вот гоняет конечно на этих тук-туках со страхной скоростью но они привыкшие мы там чуть сидим и перед ними самое главное перебегают перед носом люди тоже не боятся я не знаю как то вот такая черепичная крыша у здания дальше едем по какой-то еще улице купили только килограмм чая все что-то нам по ценам не понравилось у нас в беларуси в принципе мы тоже можем купить чай по такой цене поэтому что-то нам не очень ну сейчас приехали вот может быть до сувениры сейчас пойдем смотреть ну вот еще немножко городка а лет тут мы приехали к башне какой-то сейчас пофотографируемся иди ну вот и все мы на крепости ну вот и все мы на крепости вот так тут стоят пушки вот там позади шумит море я в своей жизни уже крепостей смотрелась поэтому может быть для меня это не так привлекательно вот немножко еще поднимаемся вверх и видно галя с высоты птичьего полета вот такие башенки сейчас придвину поближе вот видите так и тут часа башня и дальше снова пушки пушки палят кораблю пристать вилят ну и там дальше тоже можно посмотреть отодвинуть назад что-то я тут наружу вот а вот вот здесь смотрите здесь как на ладони вид ой ну очень жарко прям вообще невозможно жарко я не одела шапку и мне достаточно жарко совсем как-то не очень хорошо хочется быстрее домой вот дальше покажу еще покажу еще города немножко вот эту нишу зайду опачки опачки вот так ой прям так тут обрыв страшно-страшно ого-го как страшно как внизу как внизу тут и ничего никакой заслоночки нету то есть то есть безопасность дело рук вот дело рук самих людей да ну вот англичане когда оккупировали получается остров цейлон они для защиты выстроили вот эту церковь ой говорит церковь вот такую крепость ну конечно величественное большое сооружение огромное а вон их футбол они играют стадион ну еще раз вот здесь вот покажу ну и все наверное съемка на этом закончится и сделала несколько фоток вставила сюда видео потому что я не знаю для чего их делаю обычные фотки делаю-делаю потом удаляю я как-то не очень люблю себя смотреть на фото ну пускай будут так еще немножко порта да оказывается это не англичане а голландцы построили этот порт да все жалко только конечно что все в пластиковых бутылках для нас белорусов ну как-то туристическое место мы не понимаем как может быть завалено мусором для них наверное это нормально у нас ну как бы ну не было бы там у нас бы 200 коммунистических субботников было бы проведено и все было бы вылезено вылезано за одну неделю если было бы вот так почему-то так ну обходили тут ну не знаю а здесь как-то привычно у них наверное здесь еще сейчас едем на маяк очень жарича как-то тут не знаю как-то побоялись отгореть мы что-то кепки свои не брали ой что-то мне даже как-то поплохело я думаю подумала ну что я на 15 минут выйду без кепки ноу-ноу ага пешком ага и потом идут к маяку хорошо ага хорошо хорошо тут будет около маяка хорошо сейчас мы идем поднимемся пешком к лестнице а вот орешки не хочу я уже и орешков тут что-то так все дорого мы ничего не купили мы думали Гале мы что-то пошопимся но тут такого качества все написано на и ковидно что там дома все шилось такой кустарной работает а все что ноу не хочется так поднимаемся на лестницу вон наша наватуна вот храм видите вот храм и наша гухта там можно пройти пожалуйста проходите вот а вот там маяк вот и сейчас еще наверх надо подняться и там сфотографировать девочки просят у меня фотографии но я дело в том что а какие фотографии я тут сделаю ну что тут сделаешь особо я не знаю море и море остановить тогда стоп-кадр сделайте если вам это поможет что-то ну вот вот так могу сфотографировать ну вот еще с этой стороны вот такое агрессивное море конечно бы не хотелось на таком море вот в Хикаду мы должны были ехать и вот там такие волны но на таких то купаться не будешь не-не-не у наватуна это просто забыть если вдруг соберетесь то лучше в у наватуну вот ну и сейчас мы поднялись на какую-то тут площадку ну и а вот еще красивого моря девочки не знаю что вам фотографировать вот если что-то вам будет для художников нужно сделайте стоп-кадр и сделайте скриншот этого видео а я просто сделаю обзор немножко вот такие огромные волны и вот здесь тоже на камнях там даже еще деревья растут смотри Тань еще деревья растут вот там на островочке умудрились деревья вырасти так я сейчас подвину чтобы видно было ага ой ну конечно это стихия это сила но купаться тут не хочется только ага далеко далеко девочки плывет черепаха вон там вон там там видно да голова черепахи ну и вот такие волны не как-то тут не особо хочется конечно купаться до отгорожено но купаться не особо хочется очень опасно красиво смотреть красиво смотреть но купаться здесь не хочется и и конечно же фото на память с и а ой да 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 Что мне понравились в Шри-Ланке? Это вороны. Мне кажется, они умеют разговаривать и понимать. Вот они, видите, на каком-то дереве с вот такими экзотическими фруктами. Вот висят фрукты. Сейчас я сюда залезу повыше. Хочу этот фрукт снять повыше. Ой, какой он интересный. Что это такое, я не знаю. И вороны что-то уже схватило. Так, какую-то козявку или что это там. Ну да, какое-то насекомое кушает. Классно. Ну вот еще немножко каких-то таких зданий. Холландцами, наверное, построенных. Ну, что ж без гида. Завтра мы едем в Элла, и там мы будем с гидом. А здесь мы без гида, поэтому можем только показать. Мы ничего тут не знаем. А наш драйвер? А где вода? Он? Ага, вон. Ой, какое дерево. Смотрите, какое классное дерево. Вау. Фото, фото. Фото. Вау, какое дерево красивое. Ага. Ну. Спасибо. Окей, окей. Окей. Ага. Такие прям лианы висят. Окей. Окей, окей. Можно нам сфоткаться там? Ай, да что там уже сфоткаться. Все, поехали. Вот еще немножко. Оно еще. Янгл бич. Янгл бич. Янгл бич. Это вот это джангл бич. Там, где мы были, вау. Мне понравилось. Сижу на балкончике. Уже почти 12 часов ночи. Дозаписываю вам видео. Почему так поздно? Ну, во-первых, тут дали свет в 9 часов вечера. Видите, какая у людей жизнь. И у них тоже где-то 5 лет назад произошла смена власти. И думали люди, что живут плохо, но были со светом. Теперь они живут без света. Практически целый день, только на ночь им дается свет. А днем света нет. Вы представляете? Вот. Они там включают какие-то свои генераторы. И эти генераторы бесконечно работают. Вот. И не было света. Потом включился свет. И только когда свет включается, появляется интернет. И надо было созвониться с мужем. А муж активно продает мои картины. Активно продает мои работы. И я смеюсь. Серега говорю. Когда у меня не было продаж, надо было тебя, говорю, главным почтальоном поставить. Я говорю, потому что ты их каждый день продаешь. Правда, я снизила цены. Я решила, что чем они будут лежать по каким-то маленьким, ну, то есть будут лежать кипами, лучше они продаются. Пускай продаются по, как бы, для Америки это небольшие цены. Для России это вполне приемлемые цены. Вот. Только единственное, я, конечно, не знаю, не знаю, работают ли у нас эти системы SWIFT, не работают ли системы, можно ли выводить деньги, не можно, но мы продаем. Потом Сергей сказал, Надя, когда-нибудь все равно все заработает. Верь в хорошее. Вот. И я поэтому решила тоже, что я буду верить в хорошее и буду думать, потому что, думать про хорошее, потому что от наших мыслей очень много. Это кажется нереально, но на самом деле очень многое, что зависит. И вот если человек думает позитивно, думает хорошо, а если еще много людей думает хорошо, то вот это хорошее наконец-то придет. И поэтому очень хочется, вот я под предыдущими комментариями, очень мне понравились реально адекватные люди, которые умеют, ну, как-то умеют хорошо общаться. Ну, конечно, когда люди начинают там прям говорить гадости, там, и про мамину поломанную руку, ну, что с таких людей взять? Ну, остается только, как у нас говорят, обнять и плакать, да, ну, остается только пожалеть, потому что люди, генерирующие отрицательную энергию, они не могут ее получить назад взамен ничего хорошего. Потому что они в космос отдали отрицательное, они получат такое же отрицательное. Прям, прям вот, даже, даже этот самый, даже к гадалке не ходи. И сегодня они радуются моему горе, то, что мама руку сломала, да, но они же не прожили еще свою всю жизнь. Еще не прожили свою всю жизнь, и то, что прилетит назад, это я сто процентов знаю, потом они будут сидеть и обижаться, что кто-то виноват их в перегрешениях. Вот, что еще сегодня случилось за день? Ну, после вот этого, вот этой поездки мы сходили на массаж и решили, что мы откажемся от поездки в Эллу, потому что там нет русского гида. А без русского гида, что толку ехать, если ты ничего не знаешь? Там будет здание стоять, а ты про него ничего не знаешь. Но вот точно так, это будет такая же поездка, как поездка в Галу на эту крепость. Мне было просто жарко, я про нее ничего не узнала, что-то там посмотрела. Нет, я так не люблю. Я люблю с гидом. Но я так поняла, что с гидом, наверное, то ли тут их нету, этих русскоговорящих гидов, то ли там еще проблемы какие. Мы, если честно, решили станет покупаться, больше покупаться. Сегодня, кстати, были двухметровые волны. Мы, как всегда, мама говорила, и только вы две дуры. Ну да, и только весь пляж стоял, и только мы две дуры. Мы любим плывать где-то метров на 300 беговой линии и кататься на большущих волнах. Волны такие, знаете, с гребешками были по обе стороны, и только в середине гребешки разбивались. Вот мы маневрировали, чтобы без гребешков, но вот высокий подъем. Ой, это прям кайф, кайф, кайф. Вот. Снова приходили эти молодые кавалеры на этот, на пляж. Вот. Я не знаю, наверное, тут как везде, весь мир поменялся. И, наверное, молодежь ищет старых женщин в поисках, чтобы, знаете, чтобы старая женщина содержала, а он ее обслуживал. Ну, то есть это теперь везде, во всех странах, наверное, так. Вот. Если честно, чуть-чуть отгреблись. Они такие прям наглые, что прям вот вообще говорю, не прикасайся ко мне, не хочу. Нет, 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 нет. Прям еле-еле, еле-еле отгреблись. Вот. Потом походили, немножко поискали там сувенирчиков. Я посмотрела тарелки, магнитики, но все очень дорого. И, кстати, нас возили в Галле. Так вот, тарелочка в Галле стоила 4000 тугриков. Вот этот наш драйвер завез. Здесь точно такую же тарелку я купила за 2000 тугриков. То есть он, естественно, завез нас, наверное, в свои места, где ему доплачивают и где баснословные цены. Но мы там ничего не покупали. Шопинг вообще у Наватуни и вообще как бы на Шри-Ланке нулевой. Ну, единичка по пятибалльной системе. Тут, если вещи, то они, знаете, такие, ну, секонд-хендовские такие. Либо такого, знаете, низкого-низкого рыночного пошива. Поэтому сюда даже и прекрасно, что не надо тут шопиться, не надо время на это тратить. Завтра мы пойдем на море, будем отдыхать. Будем отдыхать. Сейчас я закачаю видео, пока оно будет скачиваться, чтобы отправить в интернет. Конечно, я буду думать. И я буду думать про то, что вот мы, наши народы, все будут вместе, все помирятся. Что станет больше адекватных людей, чтобы у людей ушла агрессия, чтобы наступила вот какая-то такая внутренняя гармония, доброта посеялась. И вообще, чтобы внутри вот у людей все было прям классно и честно. И чтобы мы, наши народы, мы дружили. Вот. А еще хочу сказать, что плохие комментарии я даже до конца не дочитываю. Я не хочу читать всякие гадости, честно. Я читаю только хорошее. Удалять не буду, потому что лень дочитывать. Может, кому-то нравится эти комментарии читать. Пускай люди наслаждаются. Иногда же люди есть, которым нравится прям там читать всякие такие заковыристые комментарии. То есть я читаю только хорошее, потому что, ну, мне так нравится. Ну, как бы я понимаю, что если я прочитаю хорошее, то я и потом генерировать небо, и отдачу получу тоже только хорошее. Потому что у меня тоже очень много их информации. И если бы я сейчас ее начала вылаживать сюда на канал, то это получилось бы огромная информация про политические события. Но я думаю, что вы этого от меня не ждете, а ждете чуть-чуть другого. Ладно, все, пока-пока. Завтра что-то там тоже поснимаю. Вот. Ну, все, пойду спать, а то сестра уже давно спит. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok